Планета Земля Планета Земля. Третья планета от Солнца. Единственная планета в нашей системе, которая населена живыми существами. На Земле проживает порядка триллиона биологических видов. И только один вид является разумным, вернее, этот вид таковым себя осознал – это человек. Людей на Земле всего семь с половиной миллиардов. Это меньше десяти процентов от общей численности живущих. И этот десятипроцентный разум решил, что ему дозволено все – убивать и унижать, заточать в клетки и продавать, потреблять, 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 ничего не давая взамен. Живой мир без человека обретет гармонию. А мы? Мы животным не нужны. Совсем. Животные жили на Земле за миллионы лет до появления человека. И без него точно не пропадут. Не мы нужны животным. Животное нам. Для чего, спросите вы? Хотя бы для того, чтобы мы не озверели окончательно. И не превратились в придатки своих же автомобилей, гаджетов, роботов и прочих железяк. Не говоря уж о том, что нашего мира без них просто не станет. Они не строят нам клетки. Они не убивают нас ради забавы. Мы им даже не нужны в качестве пропитания. Это они согласились с нами жить на одной планете. Мы должны быть благодарными животному миру за то, что мы живем на планете Земля. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях замечательные люди. И в этом вы сейчас убедитесь. Я в этом абсолютно уверена. Нам сейчас расскажут о мероприятии, которое вот уже несколько лет проходит в Твери. Это фестиваль рок-защита животных. И предоставляю слово одному из старожилов, если можно так выразиться, этого проекта. Представьтесь, пожалуйста. Я Игорь Поляков, рок-музыкант группы «Че». Со мной рядом Павел Полянин, лидер группы «Археоптерикс». Да, на правах старожила расскажу следующее. То есть фестивалю в этом году будет шестой. Будет по счету он. Я принимал участие в нем, если не с первого, то точно со второго раза. Еще тогда в качестве барда играл на гитаре. Потом уже в качестве фронтмена, лидера группы «Че». Мы также уже три или четыре раза точно побывали на фестивале. Хочу сказать, что это такое событие, о котором мы все очень тепло вспоминаем. И как музыканты в том числе. Собирается совершенно другая публика. Не та, которая ходит на рок-концерты, а те, люди, которые готовы поддерживать животных. Любят животных. И, в общем-то, хорошие люди. Я бы назвал это фестивалем хороших людей. И, собственно, те средства, которые собирались, в большей или меньшей степени они всегда шли на конкретные какие-то цели и задачи. Мы там помогали и «Love Animals» приюту, и «Мое собачье дело», очень оригинальное название. Ну и так далее. Я, как музыкант, очень доволен, что меня пригласили на этот проект. И уже теперь в качестве сторожила можно поприветствовать ново, так сказать, ново вступивших участников, которые также присоединяются к команде «Добра», я бы хотел сказать. Вот так назвать. А вот ваше мнение, почему рок за счету животных? Почему не эстрада, не бар, не классика? Вот что это такое за дух такой рокеров? Да, рокерам принято приписывать много чудесных качеств. В общем-то, не буду здесь чего-то накручивать. Они вроде бы обычные люди, но просто, как правило, рок всегда поддерживает проекты, связанные с какой-то неформальностью, с какой-то поддержкой чего-то хорошего, может быть, не всеми признанного и поддерживаемого. Вот. И в этом плане, я думаю, что это очень естественный такой процесс. И эта среда, она благоприятная. В общем, музыкальная рок-среда, она благоприятна для всего нового, хорошего, необычного и так далее. Это большая честь, огромная радость. Потому что мы, как волонтеры, помогали приютам очень много. И у нас дома живут три птицы, в которых мы также забрали из приюта. И до этого у нас жили кошки, которым мы тоже не позволили жить на улице. А к тому же, по всем своим остальным активностям, это все всегда связано с благотворительностью, с помощью какой-то. И мы сами организовывали фестивали, там, в помощи приютам различным. И данный конкретный проект мне очень привлекает. Игорь Ильич очень правильно сказал, что неформальность этого дела, она говорит о том, что все происходит с душой, что все происходит от чистого сердца. Не для галочки. Именно так. И мне кажется, это очень интересно, участвовать в подобных проектах. И это почти для абсолютно любого жанра, но для рок-музыки, с ее искренностью, с ее открытостью. Это просто, что называется, амбухвей. А вот вы говорите, у вас дома живут животные, которых вы приютили. А как члены семьи к этому относятся? Ну, моя жена в восторге. Она любит животных. Это будет сложно поверить, но больше, чем я. Почему сложно? Я думаю, больше, чем тебя. Почему сложно? Ну, потому что, наверное, это должен быть человек уже психически ненормальный, чтобы он любил животных больше, чем я. Но когда у нас появилась первая птица, просто которой мы не дали умереть, а после этого мы поехали как раз помогать приюту для птиц, Воронье гнездо, превосходный приют под Москвой. Очень, очень, очень замечательный проект. И когда мы там были, жена сказала, почему у нас птица одна дома скучает. Давай возьмем двух, они не могут вернуться в природу, но они будут жить у нас. А какая именно птица? Галки, три галки. Галки, да? Галка очень умная, очень интересная птица. Мы вообще стали фанатами Воронова после этого. Но я говорю, что это в широком смысле помощь вообще животным для нас всегда. Это прекрасно, потому что мы помогали и приютам кошачьим, и собачьим тверским различным. И для людей, с которыми я постоянно контактирую, это просто естественно, как дышать, помочь приюту, перевести животное из приюта в приют, корма привести, медикаменты привести, еще что-то. То есть, мне кажется, что вообще сейчас такое время, когда вот этот дух взаимопомощи, дух такой сетевой активности, такой, да, параллельный, он должен пронизывать все общество. И когда, вот Игорь правильно говорил, когда в это вступают еще люди творческие, то это становится не казенным занятием, это становится еще не так веселым, красивым, привлекающим других людей. На самом деле у нас даже принято говорить, что, ну, вообще-то хорошо бы сделать урок в защиту людей еще. Но дело в том, что вот именно по отношению к братьям нашим меньшим проявляется и отношение вообще к окружающим тебя и к людям в том числе. Поэтому тут, в общем, случайных людей здесь, в общем-то, нет. А вот расскажите, пожалуйста, с чего это все началось? Кто был первым? Откуда вот родилась вот эта вот замечательная, на мой взгляд, идея? Всемирный день защиты животных празднуется, если не ошибаюсь, 4 октября. И вот один из людей, Дмитрий Малов, он живет во Владимире, таким словом, зооактивист, сам поэт тоже. Он как раз разослал, вот ему пришла в голову эта идея, он разослал ее там в десятки городов. Уже с первого же раза откликнулось порядка 30 городов по всей России. В том числе Тверь, да? В том числе Тверь. Ну вот на данный момент принимает участие, если я не ошибаюсь, по крайней мере, прошлый год, порядка 80 городов, в том числе и зарубежных, там и Париж, и Хельсинки и так далее. Ну, в общем, это стало действительно международной поддержкой пользоваться. Площадки, на которых будет проходить этот замечательный проект. Да, вот в этом году, я считаю, организаторы, кстати, я должен сказать, что здесь, в Твери, бессменным организатором является Ольга Семенова, самого первого фестиваля. Сделали, приняли решение такое, разделить площадки на две, потому что вроде бы как все равно в фестивале должна быть своя динамика, новые лица появляться. Вот, но, как говорится, само мероприятие, оно, ну, не резиновое. Поэтому, чтобы привлечь новых людей и не обидеть, так сказать, старых, заслуженных, типа нас, вот, да, решили сделать два события, разделить, причем разделили их на, вот, будет первое мероприятие 11-го, ноября, а второе, 19-го. Мы на одной сцене с Павлом не выступим, к сожалению. Мы вошли, так сказать, в мероприятие, где будут играть уже старые, так сказать, участники команды. Оно состоится, это мероприятие, в Арчердаке. А вот второе мероприятие, оно состоится в Биг Бене. Там будут новички. Мне, конечно, неудобно Павлу уже после того, что он сказал, называть новичком, но в данном случае именно как команда, которая впервые будет играть на фестивале, да, это так. По коллективам, значит, на Чердаке будут старички. Это команда Волков М, группа Че, группа Портер, Янжима, вот такие, синдикат. Мне кажется, вы не старички, вы, наверное, все-таки больше бывалые. Ну, бывалые, хорошо, да. А в клубе Биг Бен, помимо группы Археоптерикс, выступят, в общем, много команд из других городов, из Петербурга, в частности, будет группа Север, будет Автор Плюс из Гатчины, и еще одна команда, ну, я весь список не знаю, но, по крайней мере, будет очень интересно. Я всем рекомендую побывать и там, и там, посмотреть на то, что было, и на то, что есть в данный момент. Скажите, пожалуйста, а вот где можно, скажем, узнать об условиях посещения вашего мероприятия? Я бы даже не сказала не мероприятия, а события. Вот это, потому что события. Есть ли официальный сайт, как вот можно узнать, какие условия? Я предполагаю, что информация будет рассмещена в ближайшие, вот прям, дни на страницах в социальных сетях, ВКонтакте в частности, это основной ресурс. Он и для музыкантов активно используется, и всегда активно использовался именно для нашего, не побоюсь сказать этого слова, движения, рок-защиту животных. Там точно появятся анонсы, да, на афише чердака, безусловно. Да, в Биг Бене, конечно, тоже на афише будет мероприятие отмечено. Здорово. Спасибо большое, что уделили нам время, и я хочу еще раз сказать, у нас в гостях были замечательные люди, и очень, нам очень, мне очень приятно, что такие люди приходят к нам в гости, что такое событие мы имеем возможность осветить и поделиться с вами, дорогие наши зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова